МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Войба за кресло главы нацполиции в Украине". Кто сошел с дистанции и какие проверки ждут финалистов? Если будет необходимость, мы предложим им пройти проверку на полиграфе. Зачем Россия написала конституцию для Сирии? Российская делегация передала представителям сирийской оппозиции соответствующий проект. Заподозрили в федофилии, в чем сознался похититель девочки, которая чудом осталась жива. Продолжение детектива в Оренбурге. Простая, дерзкая, жестокая схема. Сажать ли за пощечину Госдума России приняла законопроект о декриминализации побоев в семье уже в третьем окончательном чтении? Все о главных событиях дня. Это Настоящее время Прага. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Адвоката крымских татар посадили на 10 суток. Эмилия Курбединова власти аннексированного полуострова подозревают в экстремизме. Во время суда в Симферополе защитник свою вину частично признал. Сказал, что три года назад действительно размещал в соцсетях материал организации Хизбут-Тахрир, признанной в России террористической. Однако, добавил, пропагандой не занимался. Это был лишь репост. Данная информация хранилась у Эмиля на страничке. По причине, как объясняет он, он просто забыл о том, что он когда-то ее размещал. Это было очень давно и, видно, не имело для него уж очень большого такого значения. Привлечение адвоката к административной ответственности не влечет никаких последствий для дальнейшей его профессиональной деятельности. Что касается отношения к постановлению, ни я, ни мой подзащитный с ним не согласны. Намерены обжаловать его в апелляционном порядке. Об атмосфере в аннексированном Крыму, о ситуации вокруг тех, кто не признает новую власть, расскажет наш корреспондент, который сейчас находится в Симферополе. Из наблюдений Антона Наумлюка про украинских активистов в Крыму стало заметно меньше. Основное внимание силовиков сосредоточено, конечно, на крымских татарах. Если первые семьи, которые задержанных, которые были в Севастополе, старались не придавать гласности и публичности свое мнение, то сейчас последние семьи задержанных в Симферополе, наоборот, очень громко заявляют свой протест. Вчера, например, во время обыска в квартире Эмили Курбединова, туда собралось не меньше 40 человек крымских татар, которые активно поддерживали семью и в итоге добились того, что бабушку пустили и дали ей возможность хотя бы забрать малолетних детей с квартиры во время обыска. История Курбединова – это уже второй за последние дни случай задержания адвоката крымских татар. Так, позавчера ФСБ допросила Николая Полозова. Сейчас он на свободе. ФСБ свои действия не комментирует. Российские агентства сообщают лишь о, цитата, спецоперации по ликвидации очага террористической организации «Хизбут-Тахрир» в Крыму. Эмили Курбединов – адвокат в нескольких резонансных процессах. Защищает задержанных по делу «Хизбут-Тахрир» делу 26 февраля. В этот день, в 2014 году, в Симферополе произошли столкновения сторонников и противников присоединения Крыма к России. Также Курбединов – адвокат зампредседателя Межлиса Эльмиумерова. Его российские власти обвиняют также в экстремизме. Борьбу за кресло главы нацполиции Украины продолжат 10 кандидатов. Это те люди, которые прошли конкурс-резюме, получили наивысший балл на тестах и написали убедительные мотивационные письма. Впрочем, если что-то из прошлого финалистов надо будет проверить, глава конкурсной комиссии обещает использовать детектор лжи. Так кто же именно вышел в финал, по каким критериям отбирали и судит кто? Все подробности у Юлии Горячевой. Четыре работника национальной полиции, правозащитник, киевский депутат местного совета, адвокат, прокурор и юрист – основные претенденты на пост главы нацполиции. Это финалисты. Всего желающих попасть в это кресло было 70. Заявки присылали даже домработницы. Комиссия оценивала эти анкеты по трем критериям. Наличие высшего образования, опыт работы в субъектах права не менее 7 лет и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Евгений Захаров – известный украинский правозащитник. Теперь он решает, кому возглавить нацполицию. Вместе с ним еще 5 экспертов – журналист, общественный деятель и иностранцы. Бывший датский прокурор, ветеран канадской полиции и эксперт по работе правоохранителей из США. Нас пригласили в комиссию, чтобы она отобрала трех лучших кандидатов на пост главы нацполиции. Из них министр Аваков уже будет выбирать одного, которого и утвердит кабинет министров. Однако, никаким законом работа нашей комиссии не предусмотрена. Комиссию создали для открытости, говорят в МВД. Ведь бывшая глава нацполиции Хатия Деканаидзе, уходя, засомневалась, что замену и выберут открыто. А своего зама Вадима Трояна, назначенного временно руководить полицией, назвала неподходящей для этого кандидатурой. Он, кстати, тоже подавал заявку на конкурс, однако пару дней назад ее отозвал, сказав, что у него недостаточно опыта работы. Отказался от участия и глава киевской полиции Андрей Крыщенко. Ему, оказывается, стыдно баллотироваться на этот пост, так как считает себя виновным в перестрелке полицейских под Киевом. Несколько месяцев назад тогда пятеро сотрудников погибли. Я не могу продолжить свое участие в конкурсе, имея такое событие за плечами. За это событие я действительно несу непосредственную ответственность. По мнению активиста общественной организации «Полиция под контролем», МВД может разыгрывать свой сценарий. Независимо от того, кто станет главой нацполиции, его заместителем Арсен Аваков назначит своего человека. Таковым как раз считают Вадима Трояна. Станет главой нацполиции какой-то лояльный человек. И ему будет поставлен ультиматум со стороны министерства о том, что Вадим Троян будет снова первым заместителем. Ситуация повторится точно такая же с Хатей, что оспорить это нельзя. Все равно все заместители согласовываются с министерством. И какая-нибудь независимость для Вадима с полицией, она будет минимальна. Тем временем члены отборочной комиссии уверяют, работают без давления со стороны министерства. Уверяю, процедура отбора была честной и открытой. Ни разу не возникало ощущения, что нас ограничивают в свободе действий и решений. Десятерых финалистов отобрали по итогам теста. В течение часа претенденты отвечали на вопросы. Впереди последний этап конкурса – собеседование. На следующей неделе мы проведем собеседование со всеми кандидатами. По три часа каждое. И если будет необходимость, мы предложим им пройти проверку на полиграфе. Это необязательно, и они сами будут решать, соглашаться или нет. О лидерах гонки по результатам резюме и тестов члены комиссии рассказывать отказались. Наиболее вероятные кандидаты, по мнению экспертов, все же – действующие работники ведомства. У всех большой опыт работы в правоохранительных органах. Однако министр может и не согласиться с решением конкурса, предложив свой вариант. Имя кандидата, которого будет утверждать Кабмин, глава МВД пообещал назвать на следующей неделе. Российская Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье уже в последнем третьем чтении. Он переводит насилие в отношении близких родственников в разряд административных, а не уголовных нарушений. Против проголосовали лишь три депутата. Под поправки попали действия, которые совершались впервые и, цитата, причиняли физическую боль, но не влекли последствий для здоровья. За них наказывать будут штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или исправительными работами – 120 часов. Ранее за это грозило до двух лет тюрьмы. Авторы нового закона считают, что исправили юридический перекос. Прошлым летом в России декриминализировали статью о побоях, сделав исключение лишь для действий в отношении близких родственников. Таким образом, шлепок собственного ребенка мог наказываться строже, чем потасовка с незнакомцем на улице. Принятие нового закона сопровождалось протестами. Критики считают, что он лишь усугубит ситуацию с домашним насилием. От него в России страдает ежегодно более полумиллиона женщин. При этом по статистике Центра помощи жертвам домашнего насилия о побоях в семье сообщает лишь каждая десятая пострадавшая. И то после того, как избиения повторяются не менее семи раз. Если обвинение публичное, которое ведет государство, оно само производит эти все действия. Оно собирает доказательства, оно находит свидетелей, оно пишет исковое заявление. То есть в случае, если это просто статья 116, то женщина, поскольку это частное обвинение, она должна вынуждена все это делать сама, не обладая при этом практически никакими ресурсами. Потому что обычный человек, и тот еще задумается лишний раз пойти или в полицию, потому что достаточно сложно. Большой репортаж о домашнем насилии в России смотрите на нашем телеканале в воскресенье в программе «Неделя» с Шахидой Якуб. Сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями сирийской оппозиции. Обсуждали грядущие переговоры в Женеве и прошедшие в Астане. На них Россия представила проект новой конституции Сирии. Часть противников президента Асада называла это недопустимым вмешательством в дела страны, заявив, что только сирийцы могут решать будущее своей страны. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Вокруг российского проекта сирийской конституции много кривотоков. Так высказался глава МИД России Сергей Лавров на встрече с сирийской оппозицией в Москве. Однако никаких официальных пояснений не последовало. Чуть более многословной была Мария Захарова. Представитель МИДа назвала этот проект опросником. Якобы он был составлен на основе предложений различных группировок, входящих в сирийскую оппозицию. Россия не пытается навязывать сирийцам ни условия урегулирования, ни новый основной закон страны. Очень важно, чтобы это была отправная точка при освещении этой темы. Мы твердо исходим из того, что будущее Сирии должен определять сам сирийский народ. Страну предлагается переименовать в Сирийскую республику, убрав из официального названия слово «арабское». А главной целью президента считать действия в интересах сирийского народа, а не стремление к единству арабского мира, как прописано сейчас. Снимается также ряд ограничений для президента. Он по-прежнему должен быть гражданином Сирии старше 40 лет. Однако по новому проекту он не обязательно должен быть исключительно мусульманином. Меняется и пункт о том, что его родители должны быть гражданами Сирии по праву рождения. И разрешается брак с женщиной не сирийской национальности. Избираться по новому проекту глава государства будет на семилетний срок. Ранее сообщалось, что без права на переизбрание. Но РБК сообщает, что в полученных редакции более поздних правках прописано право президента на второй срок. Россия предлагает реорганизовать и законодательные органы, создав дополнение к парламенту ассамблею территорий. При этом для курдов до войны они составляли 9% населения Сирии. По российскому проекту будет создана курдская культурная автономия. Вы знаете, есть кто-то там против участия в этих переговорах. Хотя все прекрасно понимают, что без курдов решения сирийского вопроса не будет. Потому что курдия сегодня, как я сейчас сказал, реальная сила, которая контролирует сегодня 20% территории Сирии. И реально борется единственная сила, которая именно победила террора в лице ЕГИТ. А вот пресс-аташи сирийской оппозиции Ариди выступил против, предостерегая Россию от повторения ошибок американской администрации в Ираке в 2003-2004 годах, также пытавшись влиять на законодательство страны. По словам Ариди, писать Конституцию Сирии должны только сирийцы. Эксперт по Ближнему Востоку Сергей Данилочкин, много лет возглавлявший Иракскую службу радио «Свобода», считает, что успех российского проекта будет зависеть не столько от его содержания, сколько от желания конфликтующих сторон найти компромисс. Первая проблема, как я сказал, проходит по линии раздела этнической. Вторая, безусловно, линия раздела будет религиозная. Но и, насколько я понимаю, проект Конституции носит светский характер. Значит, тоже раздел между светскими и религиозными элементами – это тоже часть вот этого процесса. И насколько все вот эти три элемента можно будет соединить между собой, уж не говоря о том, что, скажем, межпартийные какие-то могут быть разногласия. Это вот вопрос будущего и вопрос этих переговоров, которые предстоят по этому вопросу. Следующие сирийские переговоры под эгидой ООН пройдут в Женеве в феврале. По словам Лаврова, их отложили сначала на конец месяца. ООН пока не подтвердила перенос даты. Это «Настоящее время Прага». Главная тема далее. Заподозрили в педофилии. В чем сознался похититель девочки, которая чудом осталась жива. Продолжение детектива в Оренбурге. Простоя, значит, дерзкая, жестокая схема. Они выжили и все помнят. Бывшие узники лагеря смерти. В Освенциме прошли траурные мероприятия. В Международный день памяти жертв Холокоста. С нами там ужасно обращались. Это была нечеловеческая жестокость. Мы были сами по себе. Там не было ни одного взрослого заключенного. Только дети. И чем запомнится первая рабочая неделя 45-го президента США? Волна протестов прокатилась по крупным городам США. Массовые выступления стали ответом американцев на первые указы президента Дональда Трампа. Речь идет в первую очередь об инициативе Белого дома о приостановке приема беженцев и временном прекращении выдачи виз гражданам нескольких мусульманских стран. Одна из таких акций протеста прошла в столице США. Из Вашингтона репортаж корреспондента программы «Настоящее время Америка» Леси Боколец. Иммигрантам и беженцам здесь рады. Написано на доске объявлений Пресвятырянской церкви. От нее до Белого дома буквально один квартал. И именно отсюда начинается митинг несогласных с миграционными распоряжениями Дональда Трампа. Неужели Ваша бабушка или прабабушка или прапрадедушка не были иммигрантами? На узких ступеньках стоят имам, священники разных христианских обрядов и два рэбэ. У каждого есть своя история про беженцев и нелегальных мигрантов. На пути к Белому дому к митингующим присоединяются люди. Еще час ждет уже возле места жительства Дональда Трампа. Варда пришла, чтобы в очередной раз попытаться разрушить стереотип об опасных мусульманах. Она гражданка США, а ее родители родом из Пакистана. Девушка говорит, антимусульманские настроения по всей Америке сейчас на том же уровне, что и после теракта 11 сентября. Это стереотип, что все мусульмане опасны, что все они террористы. Это абсолютно не так. Большинство атак в Америке совершают именно белые экстремисты, а не мусульмане. А подобной политикой президент не делает страну безопаснее, а только лишь способствует еще большему разделению. Но мусульман и немусульман. Именно это лидерам ИГИЛы нужно. А Грейса не боится на камеру заявлять, что она нелегальная эмигрантка. Я из Мексики, но выросла в Далласе. Я защищена актом, который не позволяет депортировать детей нелегалов. Дональд Трамп уже пообещал его отменить, но я готова отстаивать свои права. Пройти с плакатами для эмигрантов с любовью, или Гамильтон тоже был эмигрантом, а Эйнштейн беженцем из-под Белого дома распространился на центр Вашингтона. Одну из улиц митингующие даже перекрыли сев на пешеходный переход. И подобные акции протеста далеко не последние в столице, уверяют активисты. Мы на пороге длинной борьбы, и это правда. И мы готовы собирать еще больше голосов день за днем для митингов, протестов и поддержки эмигрантов и беженцев. Им готовы помогать церкви разной конфессии, благотворительные организации и жители столицы. Лиза Бакалец, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского концлагеря Освенцем. Во время Второй мировой войны нацистами и их пособниками были убиты около 6 миллионов евреев. Несмотря на многолетнюю работу историков, о многих жертвах трагедии до сих пор почти ничего не известно. Траурная церемония прошла сегодня в мемориальном комплексе на месте лагеря смерти в Освенцеме. В ней приняли участие те, кто выжил, бывшие узники. Они приезжают сюда каждый год в этот самый день, чтобы вспомнить своих родственников, друзей, знакомых и соседей по лагерному бараку, которые погибли в газовых камерах и печах крематориев. Я постоянно плакала, непрерывно. Мы были детьми с изуродованной психикой. Мы были детьми концлагеря. Сначала я была в лагере возле гетто Лодзи. Они называли его маленький Освенцем. С нами там ужасно обращались. Это была нечеловеческая жестокость. Мы были сами по себе. Там не было ни одного взрослого заключенного. Только дети. В Германии в память об уничтоженных евреях приспущены государственные флаги, в том числе на Рейхстаге. В парламенте страны прошло специальное траурное заседание по случаю Международного дня Холокоста. А на территории бывшего лагеря смерти Освенцем, Беркинау, сейчас идут работы по восстановлению и консервации одного из центральных участков комплекса – бараков, где в нечеловеческих условиях содержались сотни тысяч заключенных. Это наш долг перед теми, кто пережил ужасы Освенцема и перед погибшими. Последние очевидцы трагедии покидают этот мир. Их голоса записаны на пленку, но сам лагерь, его территория и здания – это не менее важное материальное свидетельство. Миллионы людей со всего мира каждый год посещают музей и узнают о трагической истории этого места. Теперь в Россию. Мужчина, которого обвиняют в похищении школьницы в Оренбурге, сознался еще в двух преступлениях. Об этом сообщили в Следственном комитете. Напомню, погоню за машиной в багажнике, которой увезли девочку, объявили волонтеры и нашли ребенка раньше полиции. О самом похитителе теперь вскрывается все больше информации. Оказывается, у следователей улики против него были еще шесть лет назад. Детали детективной истории у Екатерины Пономаревой. На этих кадрах, что сделано чуть больше недели назад в Оренбурге, 29-летний грузчик Юрий Теунов еще только подозревается в похищении 12-летней школьницы. После задержания он признался еще в двух преступлениях. Марк 2011-го – изнасилование двух мальчиков в Краснокамске, в Кермский край, где Теунов вырос и жил. И октябрь 2013-го – похищение, убийство и, возможно, изнасилование семилетнего мальчика. Все думали живой где-то. Мы считали, что он живой просто, где-то выкрали, держат. Что убить? Нет, мы думали. Может, кто-то бездетный украл себе. Так думали. Дмитрий – сосед семьи Усольцевых. Родителей мальчика сегодня нет дома, говорят они у следователей. Тогда, три года назад, на поиски Кирилла вышел весь маленький Краснокамск. Следом приехали волонтеры из Перми. Мальчик пропал, когда шел из школы домой днем, но никаких следов и свидетелей. Это дело, вспоминают поисковики, у них до сих пор не закрыто. Хотя подозреваемый в убийстве Кирилла Юрий Теунов жил недалеко от Усольцевых. На следственном эксперименте он показал, где закопал тело ребенка – в теплице у родителей на даче. Вот фотографии. Окраина Краснокамска. Это минут 15 на машине от предполагаемого места преступления. И в отличие от поисковиков, у следователей улики на Теунова были в базе еще с 2011 года. 8 марта 2011 года днем в городе Краснокамске на двух мальчиков, которые гуляли в безлюдном месте, напал мужчина. Он ругался над детьми и скрылся. На месте происшествия преступник оставил свой биологический след. Проведенной генотипоскопической экспертизой был определен ДНК-профиль преступника еще в 2011 году. По их данным, проверены ДНК от 2,5 тысяч жителей Краснокамска на причастность. Но за эти 6 лет, говорят следователи, у них просто руки не дошли до данных Теунова. К сожалению, он относится к категории таких людей, который не попадал сразу в поле зрения правоохранительных органов. Он ранее не судим, из нормальной семьи, из рабочей. Он сам работал. Поэтому, значит, он бы, безусловно, проверился так или иначе в числе иных лиц по Краснокамскому. Но вот, значит, до него пока не дошла очередь. Юрий Теунов числится бывшим сотрудником милиции. Он прослужил в ГАИ Краснокамска полгода. Уволился по собственному желанию задолго до тех событий. Причины сейчас выясняются. Возможно, эти навыки оперативной работы помогли Усорцеву скрыть преступления. Проработал там всего шесть месяцев. Значит, я не думаю, что какие-то навыки особые он мог бы приобрести и использовать их для совершения преступлений. Ничего особенного он не совершал. Похищал маленьких детей, помещал их в машину свою. Простая, значит, дерзкая, жестокая схема. Больше ничего. Следователи сегодня еще раз выразили благодарность волонтерам, которые фактически и поймали Теунова в Оренбурге. А своей оперативностью выходит спасли жизнь 12-летней Насте. Скоро Теунову предъявят обвинения и по двум краснокамским историям. Следователи не исключают, что эти дела не последние. Родители Кирилла ждут результатов генетического теста, чтобы точно убедиться, что останки из теплицы на одной из краснокамских дач – тело их мальчика. Говорят, они до сих пор в это не верят. Екатерина Пономарева. До настоящего времени. Чем запомнится эта неделя? Моя коллега Шахида Якуб подведет итоги уходящих семи дней. В программе «Настоящее время» неделя. РПЦ и народ. Почему церковь так активно борется за возвращение имущества и земель, отобранных в прошлом веке? Штраф за семейный побой. Госдума приняла закон о декриминализации домашнего насилия. Разбираемся и слушаем тех, кому пришлось пережить насилие со стороны самых близких. Он кинулся мне душить, я убегала от него на лоджию, он за мной бежал и толкнул меня с лоджии второго этажа. Я упала, сломала ноги. О чем договорились переговорщики по Сирии в Астане? И было ли кому договариваться? Наш собственный репортаж с прошедшего саммита. Защитить и восстановить. Кадыров посылает в Сирию полицейский батальон и обещает восстановить мечеть. Зачем и на чьи деньги? Все это смотрите в передаче «Настоящее время. Неделя» в это воскресенье. На этом пока все. Все наши выпуски можно найти в YouTube и на сайте currenttime.tv. Комментируйте увиденное. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. Хороших выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну понятно, что теперь в Кремле у нас три Владимира. Один лежит, другой сидит, третий стоит. Пока у нас будут старые лица, которые за последние 25 лет довели Украину до состояния по ВВП самой бедной страны в Европе, мы будем как белка колеса ходить по кругу. С властями тоже надо работать. Для них мы не те художники. Они для нас не те власть. Здравствуйте, я Тимур Олевский. Это мой час. Давайте обо всем попорядку. Первое, чтобы довольствовать поведением Ранглана Хагирова, который после переназначения. Борис Немцов убил 28 февраля. Я Тимур Олевский. Вернусь в эту студию завтра и расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Должна ли Москва слиться с Московской областью? Ну, если брать отдельные ближележащие города, Подмосковье, то я считаю, что да. Вот, потому что я, допустим, сам из Красногорска. Вот, он находится в двух километрах от Москвы, но не является Москвой. Вот, и я считаю это немного несправедливо, потому что если бы мой город, допустим, был бы Москвой, было бы удобней. В Москве должны жить москвичи, а Подмосковье, ну, нет. Потому что все поедут же опять в Москву учиться. Давайте, вот я работаю в образовании, да, давайте все заведения вынесем вообще за МКАД. Вот, будет замечательно. Да, они уже давно слились. В принципе, это большой город. Работаем там, живем здесь. Или наоборот. Единственное, что, я не могу сходить там в поликлинику, работая здесь, или живя здесь. И наоборот. Вот и все. Если бы это все дело немножко как-то узаконили, чтобы не было вопросов, там я пошел в поликлинику, или здесь я пошел в детский сад. Ну, по сути, должна. Почему нет? Так как Москва развивается, интенсивно растет, просто зачастую захватывая, ну, на юг, как увеличилась Москва. Мне кажется, что для Московской области это было бы неплохо. А насчет Москвы не знаю. Но просто те же льготы, которые москвичи имеют, имели бы и жители под Москвой. Вот я так думаю. А так я думаю, что это, может быть, для Москвы будет сложновато. Москва и так уже не резиновая. Должна быть градация Москвы и Московской области в обязательном порядке. Потому что для очень многих организаций это достаточно большой напряг. В частности, для Управления федеральной регистрационной службы, для Катастроевой палаты и для других сопутствующих организаций. Все события дня в настоящем времени. Я Сергей Дорофеев. Ежедневно нас смотрят миллионы зрителей в Центральной Азии. Я Динара Аргин. Вы смотрите настоящее время. Как изменит нашу с вами жизнь этот день? Разберемся вместе. Тимур Олевский. Настоящее время. Мы не делаем новости. Мы рассказываем истории о людях. Я Шахида Якуб. Настоящее время. Сверяйте часы по настоящему времени. Из Вашингтона. Роман Мамонов. СИГНАМИЯ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok